Итак, смотри, что происходит. Задавай вопросы. Смотрим. Что у нас происходит? Давай сначала мы начнем, из чего все это состоит. Или ты хочешь сначала показать? Транзистор стоит, конденсатор один и две катушки, больше ничего. Так просто? Да. Почему нам в школах рассказывают, что такого не может быть? Ты хорошо учился по физике? Физика, но я ее нагнал за недельку. Но что ты понимаешь? Ты говоришь, что меня в школе не преподавали. Но сейчас ты что видишь, что ты понимаешь? Что тебя удивляет или не удивляет? Ну сейчас он включит. Сейчас заработает и все станет понятно. Ты понимаешь, какие процессы в визуализации, что происходит? Почему эта катушка находится в горизонтали? Здесь какое соотношение? Соотношение пока не могу сказать. То есть это надо пробным путем собрать и экспериментировать с высотой, с шириной катушки. Как бы есть... Забегая вперед, могу тебе открыть эффект, который хорошо визуализирует. Люди видели, что мы подносим лампочку, и она горит. Но есть точки определенные, где подносишь лампочку, и она не горит. Это на равном расстоянии находится. Это узлы пущности. Это шары. Смотри в 3D. Это и есть вот эти вот... А шар это тор. Это тор, тор. Это и нейтронная физика, о которой Стас говорит. И рыбников там всероды. И все они как-то вот... То есть их много здесь тор. Да, и они все имеют тореидальную структуру движения. А там есть пограничный слой. И на разнице... И там всегда есть разница потенциалов. И именно это и объясняет неимоверную энергоемкость пространства. То есть, грубо говоря, эфир сгущается в шарики, да? И находится равномерно плотно... Ну, как относительно... Да, ну, можно провизуализировать... То есть здесь вот шарики энергии. Да, нарисовать это можно именно так, да. Нет, энергию мы можем получить на границе, где есть ее разделение. А какой энергии, в общем-то, без разницы, понимаешь? Везде, где есть вот это вот разделение, там ее можно поиметь. И где она из одного состояния вещества в другое переборит. И из этого родилась идея. Володь, можно рассказать об идее-то? Какой идея? В общем, расположить такие вот катушки в этих узлах пучности. Ну, сделать такие. Они большие могут быть и тонкие такие. Поперек? Да. А как разместить? Ну, в узлах пучности, там, раз, как слоистый пирог, там, чинг-чинг-чинг. Это примерно то, что Рамуальдос пытается сделать. По 90 градусов векад. Таким образом, мы в среду, где вот эти находятся шары, внесли осцилляторы. Осцилляторы при подаче на них напряжения, они начинают воздействовать на эти шары. Ну, большие. Понимаешь, да? А ведь шары-то существуют только по одной единственной причине, что вокруг находится среда, которая поддерживает эту пульсацию. Можно смотреть. То есть, шары-то концентрация определенной среды. Кстати, ребят. А мы в этих узлах пучности, значит, можем создать какой-то эффект колебательный. Значит, соответственно, эти шары можем ввести в управляемый резонанс. Смотри, в чем смысл. Я все заработал. Александрическая мачта. Ну, как я и говорил. Так, ну давай. Александрическая стелла, это был диэлектрик, который был в обмотке катушки. И снесли, и шел съем энергии. Это был поток энергии, как в трубе, аэродинамика. Я обеспечивал зимний дворец света. В те времена уже, вот эти альтернативщики истории говорят, ну, как можно было эту стеллу, зачем она у тебя, она у тебя, она у тебя полоска. Ну, то есть, это, ну, у нас, в Питере, мультурное сооружение. А может, такие, знаешь, я росла, смотрится как основной стержень, катушка, а рядом такие экспериментальные, ну, как, ну, управляемые. И нащупываешь, чик, потому что оно все равно, наверное, плавает. И идет чик, съемка. Во! Какого-то матрица там двигались, отъезо-разряда там, а революция. Все это было, офисно. Да, вообще-то. Ну, с таким чудесным образом с английской веры. Ну, что, максимально же понятно, да? Транзистор, кондер. Кондер, да, дроссель. Дроссель. Стоп, снято. Нет. Нет.